То, что вы сейчас и видите, не покажут по федеральным каналам. Это гораздо серьезнее запрета на парацетамол. Людям с пошатанной нервной системой от происходящего пиздеца я рекомендую перемотать. Итак, кто там против Путина, блядь? Кто вот это затеет, вот это затевание, вот это вот, блядь, и потом вот, блядь, против, блядь, он нам все, блядь, все отдал, все здоровье нахуй отдал нам, блядь. Кто против, он, блядь, пришел молодой, блядь, сейчас старый, мы у него отсосали все, блядь, высос, ну, не высосали, а соснули, ну, мы взяли у него все, блядь, и забрали все, вот, энергию, все здоровье, блядь. Господи боже. Господа, всем привет, вы на канале Свежак, с вами, как всегда, Чернокнижный с обзором интересных событий России, не только устраивайся поудобнее, наливай чаечку и понеслась. Самые горячие новости еще впереди, смотри до конца, будет жарко. Видимо, этот чувак, сосущий жизненную энергию с темного мага перед тем, как высказать свое мнение, которое имеет место быть, будь мы живем в свободной стране, особенно свободно от инакомысля, посмотрел видос от завсегдатого придворного. Про какие дворцы? Пять лет. Вот ему пять лет за Киров лес, пять лет за Ифраше, пять лет за оскорбил ветерана, пять лет за клеветническую передачу про какой-то дворец на берегу Черного моря. Вот 20 лет. По совокупности не надо их объединять. Все, по пять лет за каждый. Через 20 лет в психушку, еще на 20 лет. Вот под 80 лет его выпускаете, пусть ходит, гуляет, в домино играет. Но надо наказать человека, что он авантюрист. Если вы считаете, что смэгл – это самое гадкое, что существует на этом свете, вы ошибаетесь. Есть еще вот такой вот подвид. Не очень приятное зрелище. И становится действительно гадко, и это еще не все. А вот как комментирует это Соловьев. Я, конечно, не знаю, думают ли молодые тиктокеры, пинающие тачки ногами о своей пенсии, но вот Минтрут точно задумался о пенсионных накоплениях и не только тиктокеров. В России пенсионные фонды могут начать возмещать гражданам финансовые потери, если суд признает незаконным перевод пенсионных средств из одного фонда в другой. Соответствующие поправки разработал Минтрут, сообщает известие с ссылкой на пресс-службу ведомства. Документам предлагается в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным обязать страховщиков восстановить из резерва по обязательному пенсионному страхованию сумму изъятого при переходе инвестиционного дохода. Короче, давайте русским языком. Речь идет о переводе средств из Пенсионного фонда России либо из негосударственного пенсионного фонда в другой НПФР. Поправки в закон позволят защищать права граждан, если из пенсионных накоплений будут незаконные переводы. Пояснили в Минтруде. У меня единственный вопрос. Она что, действительно существует пенсия? Эй ты! Почему не работаешь? Я работаю! Тогда почему ты еще жив? Из пенсионного фонда отправляемся прямиком в Архангельс. Архангельская полиция приехала на митинг снеговиков. Правоохранители забрали плакаты и отправили их на экспертизу. Они попытались снеговиков упрятать в СИЗО, но те растаяли по пути. Председатель Госдумы миллиардер Володин пожадовался на унитяжительное отношение к депутатам в интернете и попросил их не называть клоунами. Клоун. Достаточно сложная цирковая профессия, которая в состоянии освоить далеко не каждый. Ну а депутат? Ну вы поняли. Ну и это еще не все. Володин не останавливается. Вот что он думает по поводу, если бы депутаты ездили на общественном транспорте, как и все. У нас проблема не в том, что чиновник ездит на машине, а в том, что на машине ездит, а свои полномочия выполняет неэффективно. В этом проблема. У нас были с вами примеры, когда чиновники пересаживались в автобусы, в троллейбусы, в трамваи, а потом мы с вами теряли страну. Это было. Походы были по магазинам, все это приветствовалось, рукоплескали. А дальше-то кто-то это выиграл? Огромное количество обневщающих, огромное количество проблем. Не здесь надо искать корень-то зла. Вот так вот думает Володин. Понравился выпуск? Поделись видосом, ставь лайк, бей в колокол, чтобы не пропускать обзор интересных событий России. И не только. До новых встреч. Поговаривают, что дворец в Геленджике построил сам Навальный для своего расследования. На этом все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...